Всем приветули! Спасибо, что заглянули на мой канал. Признавайтесь, кто уже посмотрел новую серию? Я, конечно же, посмотрела. И, если честно, несколько моментов там пересматривала, перематывала, дабы чего не прослушать, чтобы всё понять, и чтобы снова никого не жалеть. Короче, начало, конечно, было такое, знаете, тягомотное такое, идут крышу делать, купили гвозди, купили рукавички, взяли шуруповёрт, чтобы помочь. Ну, думаю, сейчас там работа будет кипеть, будут они там помогать прям, чтобы всё быстренько сделать. В общем, и больше всего я надеялась, что всё-таки мы сегодня увидим Бабу Галю, и, знаете, так с удовольствием посмотрим. Ну, к Бабе Гале зашли они на пару минуток, и зашли, можно сказать, опять накормить какими-то завтраками. Она такая довольная, увидела их, пошутила. Я прям сама засмеялась, когда она ответила привет от старых щеблет, потому что у меня когда-то бабушка так говорила. И потом мама моя иногда так может сказать. и я тоже засмеялась, так это меня немножко умилило, скажем так. И потом Баба Галя такая нахмурилась что-то, настроение пропало. Я думаю, это в связи с тем, что ничего не принесли, и она, может быть, ждала, что что-то сейчас ей принесут, что-то вкусненькое, может, опять какая-то посылочка пришла. Но тут ничего не принесли, она такая села, сидит. Ну и уже с домом тоже все это, сколько можно ждать. Уже бытовку эту сколько можно ждать. И тут снова завтраки, что вот. Мы еще завтра куда-то там поедем, посмотрим. А вот там, может быть, будет дешевле. А вообще мы не знаем. А мы там пробивали по интернету. А мы там то смотрели, то. Ну, короче, очередные обещания, обещания. Ну, потому что, наверное, у ребят созрел новый план. И как вам вообще название видео, оно подходит или нет? Вот потом напишите, ребят, в конце, когда досмотрите. Тут уже ребята оставили Бабу Галю, решили помочь, залезть на крышу. И я вообще думаю, боже, они ходят по этой крыше. Думаю, хоть бы где не попадали, хоть бы не попадали. Ступают по этим доскам, а я доскам, доскам, доскам. Ладно, по-любому как. И думаю, ну, хоть бы эти доски не треснули. Хоть бы там ничего не лопнуло. Хоть бы никто никуда не провалился. Но уже когда начали сбрасывать этот, знаете, оторванный рубероид, или как он там называется, я не строитель. Думаю, сейчас как выйдет та Баба Галя, и прихлопнут они её. Они сами, видимо, как будто меня услышали, честное слово. И уже начали кричать Баба Галя, а чтобы услышать, где она. В общем, там это уже скукотища было. Полролика что-то они там отдирали, что-то они там отламывали, что-то сбрасывали. И самый интересный момент. Там, где Игорь присел возле Сергея, и ещё и звук был плохой. Я сделала на всю, напялила наушники, чтобы послушать повнимательнее. И у ребят наших, короче, созрел новый план. Они решили женить Андрея. Женить Андрея. У меня такая мысль сразу закралась. Думают, мы его женим, отправим куда-нибудь. И зачем будет Бабу Галю вообще куда-то переселять? Что-то ей покупать, какую-то бытовку искать, её куда-то ставить. Ведь можно ей здесь прекрасно жить. Сергея не будет мешать, иначе никому не будет. В общем, и такой разговор, что женщина какая-то 58 лет, она прям заинтересовалась Сергеем. Прямо Сергей там понравился ей. И, в общем, всё такое. Думаю, да, круто, ребята, вы планируете. Крутые, конечно, у вас планы. Интересно, что за женщина, это очередная героиня, или как, или чё. Ну, из того, что все герои у них знакомы, все какие-то как подставные, то уже ожидаем, что и невеста, якобы Сергея, тоже какая-то подставная. Правда, там непонятно, как это среагировал Сергей, там не совсем видно было, его не совсем поймёшь, он такой, знаете. Потом Игорь начал там выяснять, что случилось с женой, почему она умерла, во сколько умерла. Вот ему, блин, всё надо, ему надо вот всё расковырять, всё влезть в душу к человеку. Обязательно, чтобы всё тот рассказал, а хочет он рассказать, не хочет он на камеру это рассказать. Ну, прям невозможно. И вот надо было обязательно вот это узнать. Да знал он это, я сто процентов уверена, что знал он, от чего умерла жена Сергея. Нет, надо было, чтобы Сергей это сказал на камеру, что от пьянства. Очередной раз доказывает, что вот это пьянство у вас просто я не знаю. Мне лично вот жалко Сергея, что ему приходилось вот всё это сказать. И обязательно надо было ещё выспросить, или не зависим Сергей, или не пьёт он, или не пил никогда. Ну, в итоге там в шутку свели, что до 30 лет он пил, неизвестно как. Но я, если честно, приняла это в шутку, и никак не всерьёз, ну, потому что раз Сергей сейчас говорит, что он пиво выпьет, и ему как бы что есть, что нет, и ему до лампочки, то он, мне кажется, не был он никаким алкоголиком, и беспробудно он не пил. Всё это, знаете, как-то так вот подстроено, так снято как-то вообще. И потом, когда Баба Галя пошла в магазин, думаю, ну всё, всё интересное, и всё самое сладкое и острое закончилось, и уже будет скукотища. Ну, так оно и было, лишь только по той причине, что я всё вздрагивала от каждой трескотни этих досок, от этого покрытия крыши. Думаю, боже мой, прямо думаю, как это, ходят они как по лезвию ножа, не боятся, чтобы хоть не попадали. И на самом деле ещё такой очень странный какой-то у меня возник вопрос, вообще он не странный, довольно серьёзный. Для чего эту крышу они кроют, ну понятно точно, что не за свои деньги, но лишь по той причине, что я узнала от подписчицы то, что Андрей сам говорил, вернее Сергей сам говорил Андрею, что дом не принадлежит Сергею, ни земля, ни дом, и что уже за него компенсацию получила вроде как мама получила Сергея, и в общем-то его под снос этот дом, зачем делать эту крышу, то есть это впустую вбухивать какие-то средства. Ну понятно, если бы вбухивали свои, то это уже другое дело, но я так понимаю, что на эту крышу и стримы были, и люди помогали. Ну я надеюсь, эти люди тоже хоть иногда смотрят, может быть и не меня, если не меня, то смотрят Ирочку Кубанскую, и я думаю, что она уже давно это донесла до людей, и хотелось бы, чтобы это услышали те люди, которые давали деньги на самом деле на эту крышу, что для чего всё это было сделано, когда всё равно всё пойдёт под снос. В общем, ребят, такое сегодня и скучное, и весёлое видео было. Вот интересно мне, что же у них за новые планы относительно Сергея. Вот не верю я, что они будут покупать эту бытовку, но выкидывать такие огромные деньги на этот, скажем так, вагончик какой-то, станут ли они отдавать эти деньги? Причём на крыше там они сидели, прикалывались над бабой Галей, что на самом деле её одно оставлять нельзя, что вот она может и печку открыть, и дом сжечь, и она вообще не может себя обслуживать. Там уже, знаете, ещё а-ля подтверждения типа какие-то, что она там жила всё-таки в этой бане, и вот она как-то чутка подмёрзнет, она уже приходит к Сергею, ну, может быть, да, она с родственниками где-то и ругалась, и грызлась, ну, да, характер раз скверный такой, то она, возможно, ругалась и уходила, и да, придёт там, посидит, замёрзнет, идёт там к Сергею, потом возвращалась, ну, как ни крути, ну, шоб не говорили, три года она в этом сарай точно не сидела. Ну, это очередной раз нам хотели просто типа как вложить в голову, что она жила там, а мы тут все такие, всем доказываем и пытаемся доказать, что она там не жила. В общем, сидели они там, смеялись над бабой Галей, там что-то говорили про неё, и, в общем-то, вот так вот. Ну, знаете, это как точно так же, да, как баба Галя гонит на Сергея, да, на видео, и ха-ха, все поддакивают, и всё поддерживают бабу Галю, всё это на видео. Это точно так же оказалось и с Сергеем. Сергей смеётся над бабой Галей, там то и сё, и как вы, когда вы её заберёте, там и тереперы, вот и она приходит ко мне, она такая, что она и дом спалит, и всё прочее. Ну, это то же самое, они вместе, получается, обсуждают друг друга. И вот мне интересно, если бы был интернет у бабы Гали и интернет у Сергея, показать бы им эти ролики, чтобы они посмотрели, как они мусолят друг друга. Вот как бы они на это отреагировали. А ребятам по барабану там обсудили, перемыли, там перемыли, а на нас говорят. А сами тоже мойкой занимаются. Своих же подопечных моют между собой. Одну помыли бабу Галю, потом Сергея помыли. Вот бы ещё от этих моек им баня не нужна была, и были бы они кристально чистые. В общем-то, такое сегодня было и неинтересное видео, но всё это интересное. Вот интересно, женит Сергей или нет, я не знаю. Вот мне интересно. Сам-то он неплохой мужик. Классный, молчаливый, работящий. Вот на работе был, ночь трудился, день на крыше сидит, работает. Ну, да, вот именно он-то и вызывает доверие. Ну, а больше пока никто. Ладно, ребят, пишите свои комментарии. Пишите, что думаете по этому поводу. И кто ещё не подписан, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада новым подписчикам. Всем вам хорошего настроения, мои хорошие. Берегите тепла, делайте побольше добра, побольше улыбайтесь. И главное всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok